Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня в выпуске. Здоровая нация! В Чувашии появятся новые медицинские технологии первичной и специализированной врачебной помощи. На БИС в «Республике» подвели итоги года театра. Только от жизни собачьей хвостатым жителям столичного пункта передержки очень нужна семья. Здоровая нация – сильная страна. В ближайшие пять лет в российских регионах должно улучшиться качество первичной и специализированной врачебной помощи. Это ключевая задача национального проекта. Как в «Республике» будет развиваться сфера здравоохранения, обсудили на встрече с медицинским сообществом. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Среди факторов риска – малоподвижный образ жизни и вредные привычки. И как итог – сердечно-сосудистые патологии. С болезнями, от которых страдают миллионы россиян, теперь борются и в рамках национального проекта. В «Республике» в ближайшие годы намерены построить современный медцентр, который получит статус межрегионального. Комплексно оценили и было принято решение, даже волевое решение, Михаил Васильевичем, о том, что нам надо, учитывая, что на первом месте сердечно-сосудистые заболевания, еще раз хочу сказать, строительство регионального сосудистого центра. Финансовое средство на проектирование выделено. Значит, в января месяце мы объявляем аукцион, и тем самым по шагу дальше уже будем отрабатывать федерацию. Дальше второе направление. Это республиканские детско-клинические больницы. Финансовые средства выделены, аукцион состоялся, сегодня идут проектные работы. То есть вопросы времени, и когда проектно-смертная документация с экспертизой будет у нас все готово, мы выходим в федерацию и дальше будем заниматься этим направлением. В приоритете и развитии ядерной медицины власти региона перенимают лучшие практики. Мы ездили, посмотрели и Алмазово, мы съездили, посмотрели в Москву, значит, европейский медицинский центр, проговорили нашими строительными, и перспективы дальше будем развивать это направление. В борьбе за жизни людей, пострадавших в ДТП, счет идет буквально на минуты. Чтобы помощь приходила вовремя, необходимо развивать трассовую медицину. В рамках национального проекта в регион поступают современные реанимобили и передвижные ФАПы. Мне приятно слышать в Государственной Думе, когда Чувашская Республика с положительной стороны оценивается. Я хочу сказать, что в те проекты в здравоохранении, это ФАПы, если понимать и активно в Российской Федерации начали ФАПы строиться, это только с прошлого года, а Чувашскую Республику уже с 2013 года. Под положительный опыт Чувашской Республики Вероника Регина тоже была озвучена. За последние годы в республике возвели свыше 200 современных фельдшерско-акушерских пунктов. Обновлен каждый второй ФАП на селе. Глава региона отметил, что первичная медицинская помощь должна становиться более доступной. Значимым событием для горожан стало открытие многопрофильной поликлиники. Чтобы не заходиться в этом пятиэтажном здании, а это более 400 кабинетов, на каждом этаже вывешены такие подсказки, где найти своего специальности. В течение пяти лет мы отремонтируем каждый объект здравоохранения, там на селе, он в городе, ясно с этим современным оборудованием, здесь ни у кого никаких сомнений не должно быть. Впереди масштабные планы. Михаил Игнатьев отметил, что на реализацию приоритетных проектов республика рассчитывает получить и многомиллионные суммы из федерального бюджета. Понятно, проектно-документация надо своевременно готовить, катится, вот здесь команда управленская должна работать. Мы должны начатый 2020 год достойно завершить по показателям удовлетворенности населения от бензинских услуг. Все эти меры призваны улучшить демографическую ситуацию в республике, повысить рождаемость и увеличить продолжительность жизни, отметил глава региона Дмитрий Ковалев, Павел Редков и Андрей Спиридонов, Республика. И в продолжении темы здравоохранения. Проект про здоровье будет реализовывать фонд ЧУАШИ. Он вновь стал победителем конкурса грантов президента Российской Федерации. Совместно со специалистами различных медицинских ведомств общественная организация реализует на территории республики проект про здоровье. Его цель – привлечение детей к здоровому образу жизни. Участниками проекта станут 35 школ со всех районов и городов и 5 колледжей города Чебоксары. Именно на их базе работают ресурсные центры добровольцев, специализирующихся на пропаганде спорта как нормы жизни. В качестве стандартов будут задействованы здоровье-изберегающие технологии, внедряемые в образовательной среде. В проекте участвуют педагоги, врачи, специалисты медицинских и спортивных ведомств. Все они будут обучать школьников и студентов физической культуре, здоровому питанию и необходимости отказаться от вредных привычек. В республике подводят предварительные итоги социально-экономического развития муниципалитетов. Сегодня о проделанной работе и планах на Новый год премьер-министру ЧУАШИ рассказали главы администраций Канажского, Бресенского и Вурнарского районов. В Вурнарском районе, как и планировали, ввели 12 тысяч квадратных метров жилья. В основном за счет индивидуального жилищного строительства. Предоставили участки 28 многодетным семьям. Поле ста еще остаются в очереди. Собственные доходы составили 229,6 миллионов рублей. В основном все показатели выросли. Кроме нижнего уровня 2018 года у нас поступили госпошлини на 86%, земный налог на 15,1%, воздействие на окружающую среду, негативное воздействие 28,7% и штрафы 34,1%. Ричина по госпошлине у нас функции переданы сельских поселений нотариусам, поэтому это снизилось. Земляный налог недопоступил 2,2 миллиона рублей. Накануне подвели предварительные итоги социально-экономического развития Алатрского, Аликовского и Батревского районов. Второй год подряд подобные совещания проводятся в преддверии ежегодных встреч руководителей региона с активами муниципалитетов, чтобы сформировать актуальную повестку. Троллейбус номер 100 в направлении Чебоксара-Новочебоксарск и обратно начал регулярные рейсы. На маршрут сегодня вышли два троллейбуса с удлиненным автономным ходом. На следующей неделе планируется выпуск еще двух, сообщают в администрации города. Навигационные данные передают в систему ГЛОНАСС. Благодаря этому троллейбусы отображаются на электронных табло и на портале БАСЧЕП.РУ. Театральный марафон, который продолжался весь прошлый год, завершился. Чем запомнится 2019-й, проходивший под знаком Мельпомены? Главные итоги творческие коллективы подвели сегодня. Позади по-настоящему насыщенный год. На счету у театров республики около 40 премьер. Им бы отдохнуть от работы, но даже за госнаградами от главы региона и председателя кабина виновники торжества выходят в образе. Два часа на сцене и месяцы подготовки к премьере. Каждая постановка, командная работа актеров, режиссеров, сценаристов, костюмеров. По-настоящему кропотливый труд создать образы из прошлых веков. О прошлом республике одна из грандиозных премьер Чувашского драматического театра. Спектакль «Проклятое племя» создавали по пьесе классика национальной литературы Петра Осипова. В постановке проникновенная игра актеров и сложнейшая хореография. В год театра он, конечно, прибавил крылья, прибавил какие-то новые идеи, замыслы. Прошлый год принес творческим коллективам немало наград. Постановка студенческого театра «Мой дедушка был вишней» стала победителем окружного проекта. Молодые актеры планируют закрепить успех уже с прицелом на вечную классику. И мюзикл, я думаю, будет. И, надеюсь, до Шекспира мы доберемся. Высокое искусство поддерживают. Теперь и в рамках национального проекта. Председатель кабинета министров отметил, что и в этом году театром республики будут выделены многомиллионные суммы. Творческим коллективам Иван Моторин пожелал полных залов. Но самое главное, мы приобрели своих преданных зрителей. И все это невозможно без вас, без деятелей искусства, работников театров, артистов, режиссеров. Поэтому хочу от всей души поблагодарить вас за ваш труд. Награды сегодня вручали и тем, кто лучше всех рассказывал о работе театров. По итогам республиканского конкурса первые места у ведущей национального радио Марии Самделовой и корреспондента нашего телеканала Елизаветы Цветковой. Прошедший год задал высокую планку. От своих кумиров зрители ждут новых постановок, таких же неподражаемых и ярких. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Государственный архив современной истории республики объявил акцию «Народная память. Сохраним победу». Она приурочена к 75-летию Великой Победы. Сохранить память о войне помогут личные архивы участников Великой Отечественной войны и дружеников тыла. Во многих семьях сохранились письма, фотографии, награды тех, кто воевал и ковал победу в тылу. Конечно, родственники берегут их, как зенитцу ока. Но намного важнее, чтобы воспоминания о войне, исторические документы стали достоянием всего общества. Акция будет идти в течение всего 2020 года. Жители республики могут принести в государственный архив по адресу Чебоксары, улица Гладкова, дом 6, письма, дневники, воспоминания фронтовиков, статьи о наших земляках, фотографии военных лет, встреч ветеранов, благодарственные письма, наградные листы, поздравительные открытки в адрес ветеранов. Живописец, график, монументалист. Один из самых именитых художников Чувашии и России Ревель Федоров отметил большой юбилей. В свои 90-е он продолжает творить. Его картины и есть связующая нить времен, где наряду с прошлым нашлось место настоящему и будущему. Труд всегда вызывал уважение Ревеля Федорова. Именно таких людей, преданных своему делу, он описал портреты. Отдельная линия в творчестве – герои войны, выписанные характеры, прошедшие войну земляки предстают на картинах как живое воплощение твердости и силы духа. Но, пожалуй, главная тема его творчества – это гармония человека и природы. Ревель Федоров родился в деревне Большей Чаки Урмарского района. Его малая родина не сильно изменилась с тех пор. И по сей день узкие деревенские улочки, величественная церковь и просторные сельские пейзажи вдохновляют художника на творческие открытия. Ну вот, какая-то вот эта нить проскальзивает в произведениях, которые я в последние годы лишил. Работаю во все-таки, не просто создаю, находим правильную тональность палитры и наносим на холст. Нет. Это должно, по области числа, выразиться, рождаться в процессе нахождения художника в обществе, в процессе нахождения художника в природе. Вот я нарисовал себя на этой картине. Сижу, сосуженно на пеньке, пеньке, 90 лет художника. Лауреат государственной премии продолжает писать. Поэтому главные пожелания, которые звучали в его день рождения, это крепкое здоровье и творческое долголетие. Рифат Фадкулин, Олег Цыпленков, Республика. Братья наши меньшие. За 2019 год в столице Чувашии пристроили более восьми сотен бездомных собак. Тем не менее, в пункте передержки еще огромное количество постояльцев. В гости к четвероногим отправилась Юлия Важенина. Это Берн. Он появился в пункте передержки прошлой зимой. Его нашли лежащим на снегу у дороги. Берн был ранен, его спасли. Теперь этот добрый и ласковый пес живет здесь, как и все воспитанники приюта. Сейчас их более 450. Чаще всего это домашние собаки, которых выбросили хозяева. Мы уже вроде цивилизованные люди, поэтому должно уже более цивилизованно относиться к тому, кто рядом с нами. И, соответственно, понимать, что собака тоже требует той же заботы, любви. Ну и, во всяком случае, она доверяет и дружит с вами. Значит, соответственно, нужно доверять и дружить с собакой. Даже так вот, да, может? Даже так вот. У собаки по кличке Эльма тоже печальная история. Когда ее нашли, она была в ужасном состоянии, лапы были перебиты. Сейчас у Эльмы нет одной лапы, но она как будто и не замечает свои особенности. Очень активная и жизнерадостная. А совсем недавно на территории приюта появились щенки и четыре девочки. Им опасно находиться рядом с большим количеством взрослых собак, пока не окреп иммунитет. Поэтому щенков необходимо пристроить как можно скорее. Эту маленькую девочку зовут Бэмби, прям как олененка из известного мультфильма. Ей всего три месяца, она уже привита, очень ласкова, но очень скромна. Она, как и все щенки и вообще все собаки пункт за передержки животных, хочет найти свою семью. Только посмотрите в эти глазки. Может быть, в них вы увидите свою собаку? А вот собаке по кличке Пуля уже повезло, она нашла хозяев. Ее забрала Ольга, она и сама работает в приюте. И вот уже 10 месяцев Пуля живет в семье. К хозяевам она привыкла, не может долго находиться без их ласки. А вот посторонних боится, недоверчиво смотрела и на нашу съемочную группу. Она и трусливая, но в то же время и хитрая. То есть она манипулятор, она может быть трусливая, но так вот глазки сделать, чтобы пожалеешь, ее и животик погладишь. Ну и жизнерадостная. Вот когда утром мы собираемся гулять, она там весь дом переворачивает, начинает прыгать, радоваться на разное. Собаке очень сильно не хватало всю жизнь человеческого внимания, человеческого тепла, заботы, любви. И вот она сейчас хочет это все получить и очень прям требует этого. С начала этого года в силу вступил закон об ответственном обращении с животными. Теперь после лечения и вакцинации собак должны будут отпустить обратно. И здесь много вопросов, как будет жить собака, кто будет о ней заботиться и сможет ли она сама добывать себе пропитание. По любому случае намного лучше, если все-таки пушистых возьмут в добрые руки. Так что если вы хотите завести собаку, приезжайте знакомиться. А если не можете взять питомца к себе, но хотите помочь, здесь будут рады любому участию. Это может быть упаковка, корма, помощь в уборке вольера или просто выгул питомцев. Юлия Важенина, Бахсияр Велиев, Республика. Первый в этом году День здоровья и спорта прошел на ура. Более 160 тысяч жителей Республики предпочли провести первые выходные Нового года с пользой для здоровья. Спортивные центры Республики предоставляли свои услуги населению бесплатно. Семья Максимовых большая, дружная и активная. Они каждые выходные практикуют спорт по-семейному. Закаляют и укрепляют не только физическое здоровье, но и семейные узы. Мы вообще многодетные. У нас еще есть два сына. Остались дома с папой. По выходным с семьей обязательно выбираемся. И на каток, и на тренажерный зал. Обязательно мы за День здоровья. Полежать на диване или пойти в бассейн. Более 18 тысяч человек в День здоровья выбор сделали в пользу плавания. Отдыхать можно и нужно активно. Уверены те, кто хоть раз в жизни делал зарядку. Мы сможем и с друзьями ходим каждую субботу, в любой месяц. Уже в течение двух-трех лет. Нам очень нравится. Главное найти то, что по душе именно вам. Для многих День здоровья – повод попробовать себя в чем-то новом. И, возможно, встретить единомышленников. Регулярно стараюсь заниматься спортом. Хожу в спортивный зал тренажерный. Секцию по настольному теннису посещаю. Я считаю, что это правильное мероприятие. 76 катков, в том числе 4 крытых. 118 выженных трасс и 125 хоккейных коробок. Для активного зимнего отдыха в республике достаточно спортивных объектов. Любители катания на коньках смогли провести первый день здоровья с пользой и весело. Попробовать первый раз встать на коньки не страшно. Страшнее вовсе не попробовать, считают любители зимних видов спорта. Решили отдохнуть, заняться спортом. Отдыхаем, закаляемся, укрепляемся. Хотим научиться кататься. Оздоровительный досуг популярен не только в городах, но и в районах республики. Самыми востребованными стали плавательные бассейны, тренажерные залы, крытые ледовые катки. Главная задача не рапортовать о том, что мы сделали и что мы делаем, а о том, чтобы какие-то перспективы для нашего населения. Это заполняемость, создать большую заполняемость наших спортивных объектов. Буквально, например, его распоряжение было о том, чтобы, например, работа бассейнов была продлена с 6 утра и до 22 часов вечера. Это население нашей республики с удовольствием восприняло и есть такая востребованность. ЗОЖ сокращенный, это здоровый образ жизни, вся включает это как раз и занятие физической культуры, и питание. Как раз по этим всем слагающим мы в России занимаем уверенно четвертое место. Это очень хороший показатель. Следующий день здоровья будет 15 февраля. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика. В Чебоксарах продолжают с пользой утилизировать праздничные елки. Их можно сдать в зооуголки. Деревья пойдут на корм копытным животным. Это распространенная практика для зоопарков. В хвойных деревьях есть полезные для организма вещества. Всю эту неделю елки можно привозить в столичный детский парк имени Николаева с 10 утра до 18 часов вечера. Кстати, в прошлом году горожане сдали около 150 хвойных деревьев. Но будьте внимательны. Не забудьте очистить лесных красавиц от мишуры и элементов декора. В начале января на крупнейшем ипподроме в финляндском Вермо прошла матчевая встреча наездников Чуваши и Финляндии. Конный спорт в республике становится все более популярным. 2020 год начался с матчевой встречи с лучшими наездниками-профессионалами из Финляндии. Отметим, что команды уже встречались на московском ипподроме в прошлом году. Тогда в командном зачете наша республика стала второй, а места в индивидуальном зачете разделились поровну. На этот раз победу одержали хозяева ипподрома в заезде на 2120 метров. Первое и второе место заняли наездники из Финляндии. Третьим пришел Николай Пыркин из Батревского района. Это все, о чем мы успели рассказать. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова